Перемены и в прохождении техосмотра. Новый закон уже вызвал много споров среди владельцев машин, а их в Татарстане немало. Итак, отныне заглядывать под капот будут автоэксперты, то есть все функции по проверке автомобиля перешли компаниям, аккредитованным в Российском Союзе автостраховщиков. В Татарстане пока одна уполномоченная организация, но новый закон разрешает создавать пункты техобслуживания и на базе автомастерских. Все о нововведениях знает наш корреспондент Дарья Турцева. Пройти техосмотр прямо в автосалоне. С этого года рекламный лозунг не актуален. На новый автомобиль талон теперь не нужен вовсе. Впрочем, на проверку в пункт проведения ТО в Казани заезжают еще много автолюбителей на только что сошедших с конвейера железных коней. Вот эта новая машина тоже хочу пройти для себя, для верности. Несмотря на то, что годовой мораторий на техосмотр истекает только летом, линия ТО не пустует. Очередь начинается еще на улице. Среди посетителей и те, кто заветный талон должен был получить, как говорится, еще вчера. Ведь теперь без свежего ТО ни одна страховая компания не заключит договор ОСАГО. Раньше было наоборот. Сначала полис, потом ТО. Важное примечание. Полис ОСАГО автовладельцу выдадут лишь в том случае, если до окончания действия талона техосмотра осталось более шести месяцев. Если вы приходите 15 января в страховую компанию и предъявляете талон техосмотра, то он должен иметь срок действия минимум до 16 июля. До 16 июля. То есть плюс шесть месяцев к моменту покупки полиса ОСАГО. По мнению авторов нового закона, если техосмотром займутся частники, и лучше, если это будет не одна, а несколько организаций, процедура прохождения ТО станет открытой и прозрачной. Когда сотрудников нет, гражданским всегда легче. Но это не говорит о том, что нужно договариваться. Я думаю, здесь страховая организация уже будет подходить более жестко по тем нарушениям, которые будут допускаться на эти станции. Более жестко подходить к проверке станция МТО предписал закон. Теперь, если машина попадет в ДТП и будет доказано, что произошло это из-за технической неисправности, то тот, кто проверял машину и выдал талон техосмотра, будет нести материальную ответственность за аварию. Впрочем, даже несмотря на это, пока у автовладельцев доверия к прежней системе больше. Я ГАИ больше доверяю. Почему? Государственная структура. Поэтому, наверное. Когда офицер смотрит, там же ответственное лицо. А тут гражданские люди. Не знаю. Регламентировано и время прохождения техобслуживания. Диагностика легкового автомобиля должна занять не больше получаса. При этом у водителя не должны требовать ни водительские права, ни медицинскую справку, ни полис ОСАГО. Минимум документов. То есть паспорт владельца транспортного средства. Вот. Личные. Если представитель владельца, то, соответственно, доверенность. Вот. И свидетельство о регистрации автомобиля. Вот. Или паспорт транспортного средства. Талон техосмотра крепить к клубовому стеклу автомобиля теперь не нужно. Штрафовать за его отсутствие автоинспекторы не могут. Исключение такси и пассажирский транспорт. А контроль за наличием полиса ОСАГО остается за ГИБДД. В случае его отсутствия штраф от 500 до 800 рублей и снятие номеров. Проверка на сегодняшний день ОСАГО. Она связана, естественно, с даром транспортным происшествиями, с возмещением ущерба. Если техосмотра нет соответствующего, то, что я сказал по срокам, естественно, страховой компании возмещать ущерб не будет. В Татарстан уже пришли талоны ТО нового образца. Впрочем, от прежних они отличаются лишь тем, что теперь вместо госномера автомобиля указывается так называемый ВИН – идентификационный номер. С нового года снизилась и стоимость проведения техосмотра. Если раньше нужно было заплатить 350 рублей госпошлины, еще 300 за проведение самого техосмотра, в сумме выходило 650 рублей, то теперь в кассу нужно будет задать только 400 рублей. Госпошлину с передачей полномочий по ТО торговщикам отменили. Еще одна приятная мелочь – от пока единственного оператора в Татарстане ТАТ-сехконтроля. Пункты техосмотра теперь работают с 8 утра до 8 вечера, а не до 6, как раньше. Дарья Турц, Вилья Савельев, Равкадзиеддинов. Вести Татарстан. События недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова